Чувашия вошла в топ-5 регионов России по развитию цифровой зрелости в здравоохранении. Благодаря медицинской информационной системе, которую внедрили в республики, не только сократилось время приема пациентов, но и появилось больше возможностей правильной в короткие сроки назначить лечение. Алевтина Баринова часто вызывает врачей на дом. С приходом весны обостряются хронические болезни. Обычно врач долго и подробно расспрашивает о недугах, но сегодня ей самой напоминают о всех предыдущих визитах в больницу и назначениях. Совсем недавно врачи, выезжающие на дом к больным, начали пользоваться планшетами с доступом к электронным медицинским картам. Мы можем сразу же на дому все данные ввести о пациенте и тут же посмотреть все его предыдущие диагнозы, все его предыдущие вызовы и, соответственно, быстро скорректировать лечение. Мы можем тут же на дому создать все талоны на пациента. В результате время приема сокращается на 5-10 минут, а это возможность посетить еще 10-15 человек за смену. К республиканской медицинской информационной системе подключены все больницы и врачи. На приеме идешь, там народу много, в очереди сидишь как-то. Пока ты придешь на прием, зайдешь и забываешь даже в другой раз. Хотела вот этот вопрос задать, думаю, и забыла, и такое бывает. А тут у вас скомплектовано все о моей истории болезни. Снимок, результаты, анализов, проведенных в другой больнице. Теперь нет необходимости каждый раз брать с собой все исследования. Врачам доступен электронный вариант. Есть возможность посмотреть результаты посещения других специалистов, других больниц и все проведенные обследования тоже. Это позволяет нам быстрее все увидеть, быстрее все узнать, посмотреть и сделать уже соответствующие выводы, поставить диагноз, назначить лечение. При необходимости к лечению пациента может подключиться врач из другой поликлиники. Особенно это актуально для лечебных учреждений, где наблюдается нехватка узких специалистов. Это заочно, скажем так, по документации, по лабораторным исследованиям, по инструментальным исследованиям. Мы имеем возможность проконсультировать в любом лечебном учреждении, не только Чувашской республики, но и на федеральном уровне. Впрочем, некоторыми возможностями единой информационной системы могут воспользоваться и жители республики. Сегодня любой житель республики, который зарегистрирован на портале госуслуг, может зайти в свой личный кабинет пациента и может ознакомиться не просто с историей своих визитов в поликлинике, в стационаре, но и конкретно может получить всю необходимую документацию, пока это, например, даже выписка из стационара. В этом году планируют завершить подключение ФАПов к высокоскоростному интернету. Тогда фельдшеры и врачи, принимающие в сельской местности, тоже будут иметь доступ к единой информационной системе. Надежда Яковлева, Дмитрий Салманов, Республика.